Сегодня Байкалу уже ничего не угрожает. После брать Байкальский целезобумажный комбинат до 31 января 2022 года утвердить технологию утилизации, приступить к ликвидации отходов, общий тренд выравнивания тарифов на всей территории для Иркутской области не коснется. Но у меня позиция одна. Низкие тарифы – это жизненно необходимая вещь. По Тулуну я вижу, что движение идет, школу построили на 1275 метров, идет благоустройство территории. Конечно, я был удивлен, так скажем, безобразным содержанием дорог. Мы понимаем, что это наглость, и работать на территории Иркутской области они не будут. В этом году мы открываем 14 детских садов, и в следующем точно не меньше будет. У строительства Суворовского училища президент поддержал очень серьезные федеральные вложения, несколько миллиардов. Я думаю, для города это будет важно. По Усолье Химпру – серьезная загрязненная территория. 1 сентября 2021 года цех будет полностью демонтирован, и площадка вся рекультивирована. И в социальной сфере было уделено особое внимание. 98 тысяч детей от 3 до 7 лет начали получать ежемесячную дополнительную выплату по 6 тысяч рублей. Мы обсудили с министром необходимость строительства современного корпуса инфекционной клинической и областной больницы поликлиники номер 10. Пока это составляет около 10 миллиардов рублей. Показали хорошую и оперативную работу в пресечении незаконных рубок леса. Ущерб в этом году снижен на 42%. Выросла оперативность реагирования на лесные пожары. Моя задача сегодня сделать так, чтобы задымленность населенных пунктов, даже от лесных пожаров, ну никак не касала жителей. Моя задача именно создавать такие условия не только комфортно, но и безопасно.